здравствуйте дорогие друзья не так давно мы рассказывали о красивейшем храме необычной архитектуры расположенном в поселке гусь железный рязанской области размеры и стиль постройки этого храма просто потрясают одна из официальных версий его постройки заключается в том что дескать баташов был масоном поэтому и пожелал храм такого вида при этом по тем же официальным данным строил его не сам железный король не тот баташов который основал железоделательный завод от именования которого впоследствии произошло наименование самого поселка не тот баташов который делал фальшивые деньги и утопил рабочих а его сын от первого брака и затем внук от второго то есть официально храм будет железном строился после смерти заказчика но сейчас мы не будем разбираться с официальной родословной баташовых и в том каким образом столица железного короля кроме храма не осталось ничего что напоминало бы о металлургии об этом мы рассказываем фильме масонское аббатство в российской глубинке кто не видел очень рекомендую там целая детективная и запутанная история шерва холмс как говорится отдыхает ссылка на него есть в описании храм будет железным который даже видно невдалеке сейчас я привел для сравнения с другим белокаменным храмом в похожем стиле который официально масоном уже не имеет никакого отношения и расположен всего в нескольких километрах от гусь железного а если точнее то речь сегодня пойдет не просто об отдельно стоящем храме а целом храмовом комплексе причем подчеркиваю это не монастырь а именно храмовый комплекс в обычном селе в глуши и по крайней мере официально он именно так и называется храмовый комплекс села погост рязанской области как уже появилось на нашем канале мы будем сравнивать официальные данные по объекту с текущим положением вещей а почему начинаем с кратко официальной исторической справки в селе погост находятся две церкви одна в честь преображения господня другая в память святого николая чудотворца с часовней при них это село расположено в пяти с половиной километрах от поселка гусь железный и старых документах упоминается как гусевский погост хотя село это намного старше рабочего поселка гусь железный гусевский погост принадлежавший до 1779 года к владимирской епархии упоминается в списке писцовых владимирских книг князя василия кропоткина за 1637 1648 годами в 1771 году построили каменную никольскую церковь на месте разрушенной старой деревянной церкви в 1777 году деревянная преображенская церковь сгорела и вместо нее решено было соорудить новую каменную с двумя пределами в честь иконы казанской богоматери и ильи пророка строительство шло медленно к началу девятнадцатого века возвели только половину храма стройка затянулась аж до 1829 года рядом с преображенским храмом в 1829 году возвели колокольню по канонам классицизма на нижнем ярусе которой располагались 8 фигурок неизвестных святых бытует легенда что колокольня была построена по проекту расстрелли что весьма сомнительно 21 октября 1829 года состоялась долгожданное освещение новой преображенской церкви и колокольни в 1883 году архитектор войницкий начал некоторую перестройку этой церкви были значительно расширены и благоустроены пределы в храме было устроено отопление таким образом селе находилась сразу два храма и на обе церкви была одна колокольня возможно в то же время построили часовню стоящую недалеко от церквей на юго-западном углу ограды это кирпичная кубическая постройка в псевдо русском стиле преображенский храм начатый в 1734 году и закончены около 1830 года являет в себе уникальное сочетание классического убранства с композиции нарышкинского барокко храм удивительно пропорционален два восьмеряка на четверяке не устремляются силой вверх а как бы поряд в пространстве не взлетая и не принижаясь никольский храм 1771 года постройки напротив не так воздушен его кубическая форма прямо и строга он украшен лишь колоннами у порталов и тремя ярусами окон этот храм своей монументальностью служит как бы полемичным фоном к более нарядному преображенскому храму закрыт комплекс в 1930-х годах а в 1988 году храмы были возвращены русской православной церкви в 2000 году был заново освящен преображенский храм во время расчистки печей под полом были найдены кости неизвестных мучеников их останки погребены на территории бывшего церковного кладбища обе церкви села погост находится под охраной государства как объекты культурного наследия россии и являются памятниками архитектуры федерального значения конец краткой официальной исторической справки к официальной информации могу еще добавить что название своего села местные жители связывают не современной интерпретации слова погост то есть кладбище с церковью и домом священника а со словом погостить прийти в гости на самом деле официальных данных по этому комплексу гораздо больше и при их углубленном анализе сразу влезает масса нестыковок и противоречий как-то архитектурные стиле не свойственные для рязанской глубинки даты строительства и прочее но сейчас хочу обратить ваше внимание друзья на вещи уже ставшие традиционными в истории церквей ранее существовавшие деревянная церковь сгорает или и разбирают за ветхостью происходит это в 1770-х годах затем начинают строить каменный храм который строит в 1 3 19 века а уже через 50 лет его начинают перестраивать и делать теплым и я сейчас говорю вовсе не о преображенском храме погостинского комплекса такая метрика подходит каждому второму храму центральной россии если даже не чаще и такие удивительные совпадения мы разбираем фильме что же не так с нашими храмами ответ найден ссылка на него есть в описании даже если вы его уже видели друзья предлагаю посмотреть его внимательно еще раз ибо в том фильме все храмы обследованные нами анализируется немного иначе чем это обычно делается и на основании этого анализа очевидные выводы напрашиваются сами собой что же касается преображенской церкви в селе погост точнее и колокольни построены якобы в 1829 году то тут должен заметить что в соседнем городе косимове в 1828 году был страшный пожар который сжег город практически дотла из-за чего по официальной информации третье здание косимовских торговых рядов построить только спустя 10 лет а четвертое так и вовсе не стали строить но то официальные данные а по нашему мнению эти торговые ряды вовсе не строили а восстанавливали но эта тема другого фильма где мы подробно исследуем эти самые торговые ряды ссылка на него также есть в описании сейчас я просто свожу все воедино вполне возможно это просто совпадение но слишком уж она явная косимов гуд железный и село погост находится слишком близко друг к другу чтобы это все было просто случайностью и потом если колокольня построена якобы в 1829 году то почему в закладном камне на колокольне указана дата 15 мая 1796 года и что это за неизвестные святые которых разместили при ее строительстве и что это за неизвестные мученики кости которых были найдены в подклете больше чем уверен что информация об этих костях стала достоянием общественности только ради того чтобы подчеркнуть безбожность советской власти дескать это были мученики пострадавшие за веру сейчас я не хочу не обилять не очернять советскую власть сейчас речь не об этом с учетом что теперь мы уже не узнаем никогда кто на самом деле были эти люди возможно это на самом деле были люди пострадавшие за веру в период гонений на церковь а возможно эти люди вообще не имели никакого отношения к религии и событиям 20 века а погибли гораздо гораздо раньше сейчас мы можем лишь гадать итак комплекс состоит из двух храмов при этом считается что преображенский якобы зимний а никольский летний оба здания построены с белого камня совместно с красным кирпичом подчеркиваю в прошлом оба материала использовались одновременно и наравне это важный момент так как некоторые исследователи подавшись вбросу официалов начали утверждать о нескольких потопах и они заявляют что белый камень это дескать античная цивилизация а красный кирпич так называемая межпотопная уже много раз говорил показывал и объяснял этот важный момент друзья мои и повторюсь снова катаклизм был один по крайней мере в обозримом прошлом в тысячу лет не было никаких первых и вторых потопов это все был один катаклизм намеренно разделен официалами на различные временные периоды дабы при уменьшить его значимость и последствия подтверждение этому мы видели не раз и вот здесь мы снова видим этому очередное подтверждение белокаменная постройка преображенского храма изнутри оказывается красно-кирпичный а лестницы в колокольне пределы гораздо позже судя по всему вообще в наше время купольные навершия притянута стальными стропами сторонников атмосферного электричества прошу в комментариях высказаться для чего по вашему мнению нужны эти стропы но прошу не забывать что храм как минимум дважды основательно переделывался отопление преображенского храма как всегда организована на приделанных трубах причем как мы помним из официальной информации отопление было сделано лишь в конце 19 века а когда храм строили то видимо забыли про холодные зимы заметьте друзья сейчас я вовсе не говорю что в прошлом зимы не было совсем очевидно же это просто архитектор ошибся а строители забыли подсказать видимо в рязанскую глубинку также выписывали гастарбайтеров из теплой италии интересный факт у многих статуй неизвестных святых отбиты головы может быть потому они неизвестны преображенский храм по периметру обкопан на рост видимо культурный слой особенно учитывая что это здание расположено на склоне видимо люди мусор на самом деле кидали себе под ноги и возле церкви убирать было некому при этом у здания есть нижний этаж так называемый подклет прямо возле колокольни видно засыпанную дверь или окно по официальной информации именно здесь и были найдены кости неизвестных мучеников как я уже говорил мы не можем точно знать чьи это были останки возможно это на самом деле пострадавшие за веру в период гонений на церковь а возможно это погибшие гораздо раньше 20 века определенно мы знаем одно это не типичное захоронение а связанные с какими-то неординарными событиями в качестве информации к размышлению хочу задать вам друзья такой вопрос куда люди прячутся при наводнении на самую высокую точку а куда люди прячутся при смерчах и бурях самую низшую точку но это я отвлекся проемы в колокольне заложены с одной стороны кирпичом а с другой стороны белым камнем но видно что это недавняя переделка вполне возможно тут было третье здание из белого камня которые разобрали для ремонта оставшихся двух порожки отлиты из современного бетона с боем кирпича вместо щебня кстати такой мы уже не раз видели понизу несущие стены преображенского храма имеют приличное эрозионное разрушение то есть гидроизоляции там нет никакой ведь вода замерзая расширяется и рвет изнутри даже камень что мы собственно и наблюдаем стяжки но куда же без них ведь для здания эксплуатирующегося в сидящем режиме непременным атрибутом является мощное армирование в общем все по классической схеме разобранный нами фильме что же не так с нашими храмами ответ найден все перечисленные в том фильме моменты находят свое подтверждение и в этом храмовом комплексе вот например в колокольне видим выбитые отверстия для крепления бревен для колоколов и это не следы выдирания бревен и стен как утверждают некоторые это именно следы их установки ведь для выдирания деревянных бревен не нужно долбить стену достаточно просто распилить бревно а здесь если смотреть внимательно видны сколы на кирпичах внутри отверстий у соседнего никольского храма имеется два парадных крыльца из белого камня которые вероятнее всего являются более поздней пристройкой слишком уж нелепо выглядят античные колонны с фигурными капителями в качестве крыльца у здания со строгим кубом в основании очень похоже что крыльцо просто сложили из имеющихся блоков разбираю что тут другое к тому же это крыльцо практически перекрывает и без того узкие окна по бокам от входа кстати западной страны где расположен современный вход в это здание имеется такое же крыльцо с колоннами но она а что катуре на и не разваливается и окон по бокам от крыльца нет хотя положа руку на сердце здесь это крыльцо также выглядит чужеродным а судя по пропорциям не исключаю что колокольня здесь все же было ну или что-то типа колокольни с восточной стороны от храмов расположена старинное кладбище где-то здесь если верить официальной информации перезахоронены останки найденные в подклете преображенской церкви на надгробьях типа саркофаг мы видим солярные знаки некоторые уже едва различимы от времени другие же все еще хорошо читаются причем надгробие на котором хорошо различимы солярные знаки находится за железной оградкой то есть сразу видно особое к нему отношение за надгробием ухаживали и берегли причем видно что заброшено но относительно недавно также имеются памятники типа обелиск как чугунные так и каменные и остатки чугунных оград к сожалению это все что сохранилось от церковного кладбища однако если тема старинных кладбищ вам интересно друзья то могу предложить вашему вниманию другие наши фильмы где мы подробно изучаем различные старинные кладбища возрастом примерно в 200 лет ссылки на них вы найдете в описании под этим фильмом и в завершении нашей экскурсии хочу показать вам как северная страна преображенского храма ярко освещена лучами заходящего солнца ну что же друзья вы все видели сами делайте свои выводы делитесь ими в комментариях а если вы заметили что-то что мы упустили то обязательно напишите нам об этом а я с вами не прощаюсь мы все ближе к разгадке и скоро ее озвучим благодарю за то что досмотрели до конца всем доброго до скорых встреч